Сегодня мир в наших домах, уют, светло, тепло и наш покой оберегают бойцы в зоне проведения СВО. В благодарности с пониманием важности их долга и подвига, жители разных городов объединяются в волонтерские движения, чтобы помочь различными способами, как военным, так и мирным жителям Донецка и Луганска. Ровно год назад было создано подмосковное отделение движения «Неравнодушные добровольцы России». Координирует подразделение, в которое сегодня входит все больше неравнодушных людей, две сильные женщины – Олеся Иванисова из Щелково и Наталья Полторацкая из Крыма. Мероприятие решили провести для того, чтобы люди, помогающие в тылу, могли встретиться друг с другом и участниками СВО, и теми, кто помогает материально. Наталья, к слову, специально приехала на мероприятие, чтобы лично познакомиться и пообщаться с нашими волонтерами. Ну, начинали мы помогать беженцам, то есть 29 марта 2022 года наш лагерь образовался. Сейчас мы полностью помогаем уже ребятам, которые находятся в зоне СВО. Соответственно, у нас есть палаточный лагерь и гуманитарный центр. Палаточный лагерь работает круглосуточно. Можно у нас переночевать, постираться, принять душ, покушать. Ребята выходят с передовой, выходят с территории зоны СВО и уже могут выдохнуть. И гуманитарный центр, который не может обойтись без помощи как раз подмосковного регионального отделения. Это единственная волонтерская группа, которая нам на постоянной основе помогает. И мы действительно в связке уже целый год. Продукты питания, медикаменты, вещи – это, несомненно, важная и необходимая помощь на фронте. Но не менее цена, поддержка моральная, ведь человеку нужен человек. Елена Семенчева помогает ребятам непосредственно в лагере. Ей 70, но жизненной энергией этой женщине можно позавидовать. Всегда душевным теплом и заботой встречает военнослужащих, поддерживает по-свойски. В лагере делаю разные работы, какие нужно. Кормим ребят тоже, говорят спасибо. Они благодарны, они все-таки на подъеме, все-таки мотивированы. И все мы победим обязательно. У Дома культуры «Медвежьи озера» начало мероприятия. Благотворительная акция – это еще один способ собрать средства для закупки необходимого. Здесь все четко, помощь адресная, собирают на конкретные необходимые вещи и цели. Мы помогаем им гигиеной, продуктами, вещами. Очень много покупали ребятам техники, электроники. Это и ретрансляторы, и радиостанции, оптические приборы, ночного видения. Придут специальные сети, помогают госпиталям, возят гуманитарную помощь сразу несколько небольших организаций. «Бравис» – одна из них. Команда неравнодушных людей регулярно делом помогает ребятам. Пошив, плетение, все, что мы можем сделать руками, теплые вещи. Плетение маскировочных сетей, заливаем окопные свечи. Шьем госпитальные изделия для ребят. У нас несколько госпиталей. У нас перинатальные центры, Макеевка, Донецкое направление. Мы стараемся, где можем, объединяемся с группами, кому что нужно, мы помогаем. Ребят уже 20-ю машину сейчас погонят. То есть это приобретают, рифтуют, делают, перегоняют. Приехал на встречу волонтер из Москвы. Говорит, немало друзей и знакомых не остались в стороне от происходящего. Первый раз в прошлом году, в августе, я поехал в ЛНР на больше, чем неделю. После этого еще четыре раза ездил. Все это наша история, наша страна. И вот это разделение, оно как бы совсем неправильно, то, что сейчас происходит. И именно поэтому, соответственно, нужно помогать и всем, и гражданскому населению. А то, что сейчас военные делают, превознемогая все сложности, это вообще как большой подвиг. Автопробегом ознаменовали год работы организации. Переместившись на территорию усадьбы Гребнево, историческое и весьма символическое место. Здесь активисты «Молодой гвардии», «Единой России» и творческие коллективы ДК «Медвежье озера» организовали небольшой концерт и также устроили благотворительную ярмарку. Местные казаки поставили полевую кухню, где можно было и чаю попить, и поесть, и согреться. Немало делают для победы и мира представители казачества. Они совместно с неравнодушными добровольцами помогают в том числе и храмам. Возим именно для храмов Сватовского района, помогаем. Потому что, когда приезжаем, храмы наполовину разрушены. У некоторых священников, грубо говоря, даже гражданской одежды нет, чтобы одеть. Не говоря о том, что службу проводить не в чем. То есть именно, вот, ездим, помогаем. Ровно год назад мы образовали группу, которая состояла из 15 человек. У нас было первое задание, мы его выполнили за сутки. Все благодаря людям, то есть те, которые пришли, которые поверили. Очень много людей, почти больше 50% в группе сейчас, те, которые со мной с самого начала. Основная масса людей – Шелковский городской округ. То есть вот Шелков, Медвежьи озера, Чкаловский. Ну, также есть люди, допустим, с Чукотки, с Камчатки, с Калининграда. Но вообще, я хочу сказать, для людей важна история. То есть если ты просто говоришь им «приносите продукт» или что-то, то люди откликаются, но мало. И поэтому каждая наша задача, она индивидуальная. То есть в группе есть номер задач, которую мы выполняем. Мне очень хотелось посмотреть в глаза тем людям, которые находятся в моей команде уже год, каждого обнять и сказать спасибо, потому что это действительно бесценно. Бесценно участие и помощь, бесценен подвиг, бесценно поддержка, которую оказывают нашим защитникам на фронте неравнодушные люди в тылу. Лилия Тимеева, Александр Рожевский, Шелковское телевидение.